Вера вечна, Вера славна, Наша вера православна. Святые угодники Божии о последних временах. О подготовке современного мира к принятию Антихриста. О голоде. Преподобный Нил Мироточиевый Афонский. Наступит страшный голод. На мир же найдет великая алчба, то есть ненасытимость. Сравнительно с тем, сколько съедает человек в нынешнее время, тогда будет съедать в семь раз больше и не насыщаться. Святой равноапостольный Космайд Алиский. Многие погибнут от голода. Придет время, когда богатые обеднеют, а бедные будут умирать от голода. Если будут находить серебро на дороге, не будут наклоняться, чтобы его взять, а заодно пшеничное зернышко будут драться. Хлеб будут прятать в своих домах под землей. У кого будет припрятанное зерно, побоится носить его на мельницу и будет перемалывать его дома вручную. Преподобный Лаврентий Черниговский. А весь слабый народ пойдет за сатаной. И когда земля не даст урожая, люди придут к нему с просьбой дать хлеба. А он ответит. «Земля не родит хлеба. Я ничего не могу сделать. Воды так же не будет. Все реки и озера высохнут». Это бедствие будет длиться три с половиной года. Но ради избранных своих Господь сократит те дни. Старец Афиноген в схеме Агапий. Вот настанет третья тысяча лет. Вот тогда Господь сатану освободит. Вот он тогда верующих будет мучить через неверующих. Сатана всю свою силу пустит на верующих. Но это еще не конец, а начало болезни. Голод будет сильный. Будут есть свои тела. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Когда при Антихристе христиане не будут иметь права купить пищи, они смогут обходиться одним небольшим сухарем. Будут страдать только те, кто привык видеть на своем столе 10 сортов сыра. Старец Херхи Мандрид Христофор Тульский говорил, что будет голод. Люди будут пухнуть и падать. Не будет воды и электричества. Хоронить некому будет. Благословлял приобретать домики с земелькой. Рыть колодцы и сажать вербу на северной стороне, потому что это дерево будет тянуть влагу из земли и можно будет собирать в воду по каплям. В те времена спасаться можно будет только в своих домах. Старец Иероним Саноксарский предсказывая тяжелое время, велел траву сушить, в банке закручивать. Кто в казенных квартирах, велел перебираться поближе к земле. Ему задавали много вопросов о переезде в деревню, на землю. Батюшка говорил, что переезжать нужно для спасения. Еще говорил он про войну и страшный голод. Но на вопрос, надо ли собирать продукты, отвечал, что лучше собирать просфоры и все. И последовательность слов вообще была такая. Сначала гонение, голод, война. Вот так вот. Не то есть война, а потом голод. А гонение, голод, война. Вот. Сказал, говорил и мне, и вот Татьяне, и всем нам говорил он, то, что да, будет голод, будет голод. Велел запасаться нам, ну, конечно, главным это молитвой. Ну и говорит, это уже запасайтесь святой водой, просворчики, говорит, насушите. Потому что, говорит, уж большой мы на большое время не приготовим ничего. А самое необходимое должно, вот, еще так говорил, будет время, будет время. Вот он Татьяне сказал так. И мне он то же самое говорит. Во врагах будем причащаться, в лесах будем причащаться, на камне, где-то. Вот. Будем, это все, говорит, будет. Вот так. Так, говорит, голод будет страшный. Людоедство будет. А в этом никто не мог поверить, как это людоедство будет страшно. Потому что он когда еще потом говорит, старайтесь есть меньше мяса. Потому что кто сейчас ест мясо, он не выдержит. Я от многих, у многих читала, и всякие разговоры ходили тогда про голод. А вот почему-то общаясь с батюшкой, мы поняли, что он имел в виду в первую очередь голод духовный. Мы поняли, что голод духовный. Вот он на нас сейчас и ест. Вот не причащают нас сейчас? Вот это голод. Вот. И потом батюшка говорил, что придет времена, и сытости не будет, пищи. Что будете есть, есть, и сытости не будет. Ну а почему же батюшка? Батюшка сказала, что благодати не будет, поэтому так. Но когда люди причащаются же, есть не хочется, и день, и два, и три, и даже о пище не думаешь. Если только потеряешь все за какой-то грех, за осуждение, все становишься, благодать отойдет, и ешь, и ешь, и все это не сытно. Я только так рассуждаю. Вот. И еще он говорил один раз, но очень интересно изрек. Он, говорит, пришел и всех перебил, кто-то что-то спрашивать хотел. Он говорит, слушайте меня, скажу я вам такую вещь. Надо взять холщовые мешки, у кого есть, и, значит, ставить кастрюлю воды большую, вкинуть. А сколько большая? Ну, 10-ти литровую, допустим. Вкинуть, 5 пачек соли развести. И вот этот холщовый мешок сложить туда и варить его минут 15. А потом, говорит, после варки расправить его, говорит, полностью, как вот должен он быть, и так его подвесить, сушить. Батюшка. Батюшка. И можно, говорит, этот мешок в землю зарывать. Ни мыша, ни какой жучок ничего не возьмет. А, говорит, этого мешка, говорит, на одного человека, если каждый день по пол-ложечки есть, это, говорит, на 3 года голода хватит. Вот будет, говорит, 3 года голодовка. Когда именно не сказал, но вот именно сказал, что так вот заготавливает себе это сам. И советовал нам уходить в деревню еще при своей жизни. Говорил, что, ну, как он постоянно говорил, деревня, в общем, домик в деревне. Домик небольшой, почему-то он всегда говорил, чтобы лес был. Ходит такое время, что по одному нельзя будет жить, только общинку, несколько человек. Вот будете спасаться и будете читать все вместе. Ну, желательно, если был, скажем, между вами какой-то священник, чтобы вас укормлял, чтобы вам была как поддержка под, это, все вот это, ну, в общинке. Там же Миряна благословляла, когда Митцебелька приезжала. Ну, и тогда он уже благословлял все, когда еще в 95-м, что он благословлял, чтобы земля была, коровы были. Чтобы, например, все такое было. И стараться меньше, вот, светили электричество, чтобы зависимость была, чтобы стараться механически, даже вот жернова, помню, благословлял. Чтобы, понимаете, лошадка, чтобы была корова, чтобы больше на земле быть. И говорил, нужно сейчас стараться меньше есть, потому что мы слишком много едим, народ. И когда годы голода, конечно, будет нас, тяжелее будет перенести нам голод. Киевский иеромонах Анатолий говорил, что Господь верных ему людей и на просфоре продержит. И еще он говорил, что когда кушать будет нечего, то люди будут брать землю с могил святых праведников. Помолишься, съешь и насытишься. С химонахини Нила Новикова, в пришествии Антихриста наступит голод такой, что злаков не будет. Надо будет заготавливать липовый лист, крапиву и другие травы, сушить, а потом заваривать. Этого отвара будет достаточно для питания. Как страшно голодать, не дай Бог вам такое пережить. В лагере хлеба почти не видели. Когда вышла на свободу, думала, что никогда не наемся хлеба. А ведь грядет голод. Детские годы на Украине бывало, посмотришь вокруг, до горизонта хлеба стоит. Колосья, налитая, один в один. Ветер подует, как волны по морю идут до самого горизонта. Никаких сорняков в них не было. А ныне посмотришь, до самого горизонта один бурьян виднеется. Забросили землю, а она кормилица. Нужно всем трудиться на земле. Людям придется отвечать за то, что земля не возделана. Оттого и голод наступит, что земля брошена. Если есть участок, каждый клочок земли надобно обработать, засеять. И земля поможет выдержать голодное время. Сажайте картошку, овощи на всех участках, где дадут. Заводите кур. Трудно станет. Картошку с огурцами будете есть. Запасы не спасут. Потому что голод начнется не сразу. С каждым годом будет становиться все труднее. Урожая будет падать. Все меньше земли станут обрабатывать. Все нужно постараться быть поближе к земле. В больших городах жизнь будет очень трудная. Голод такой настанет, что люди будут лезть в дома, чтобы найти съестное. Будут бить стекла окон, разбивать двери, убивать людей за еду. Оружие будет у многих в руках. И жизнь человеческая ничего не будет стоить. Они войну могут сделать в любое время, когда захотят. У них все в руках для этого. Голубь будет. Нужно людям, особенно с детьми, сделать небольшой запас продуктов. Самое же главное, духовные закрома сейчас заготовить.